всем привет еще раз сегодня 4 сентября 2023 года я вот пришел на 17 улицу здесь вот есть такой day shelter сейчас их стали закрывать по выходным 299 17 стрит а вот это ребят вот эта улица ребят чтобы понимали что вообще происходит сан диего то есть вот я видел статьи публикации как в тихуане устанавливают памятники о вот этим разрушением берлинской стены то есть в тихуане говорят то что сан-диего это продолжение города тихуаны так вот ребят вот это вот ребят продолжение города тихуаны повторюсь это сан-диего калифорния приграничный город здесь военная база вот этот зоопарк ребят стихуаны хотят перенести сюда на официальном уровне то есть другими словами я в комментариях выложу линк одного информационного издания в котором была публикация стихуаны с мексики как там установили мемориал по разрушению берлинской стены так вот ребят да вот 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 такой вот вот такое вот подобие хотят сделать здесь в сша понимаете это вот такой небольшой маленький пример чтобы вы понимали что такое сан-диего да и вот что хотят перенести из тихуаны сша это такой небольшой маленький фрагмент этого знаете если так утрированно сказать то наркокартель мексиканский там латиноамериканский ему хочет на официальном уровне перенести производство в америку понимаете ну то есть как вам сказать сан-диего живет элита мафиозная здесь даже это необсуждаемо мафиозная элита наркокартель она просто здесь завуалирована да а в мексике там производство и вот они хотят дабы избежать вот этих вот трансграничных издержек объединить сан-диего и тихуану понимаете то есть чтобы чтобы наркотики поставлю уже и производились в одном месте и офис был в одном месте это так знаете моя такая утрированная интерпретация вот здесь вот ребят вот здесь вот можно подойти и спокойно купить наркоту это даунтаун ребят алекс привет привет как погода в сан-диего хорошая теплая смотрю здесь хорошо ребята я смотрю на земле лежат ну да погода всегда криминальная если то есть возбуждает до хочется постоянно что-то лишь на дорогу на асфальт нет этого не хочется вовсе а то можно лечь вообще замертво зачем но как бы у меня у меня был случай я вот там вот вот голубое здание housing response центр для бездомных 1401 империал авеню я туда пришел за получением услуг для бездомных на меня там пытались напасть с ножом и с палкой один афроамериканец то подожди местные которые ребята которые там тусуются да вот так вот естественно это было при охране при персонале 0 эмоций меня было днем ночью днем с утра вау с утра в где-то это было 3 июня 22 года и ничего ты может быть как ты шел так не серьезно нет я там вообще ждал я ждал очередь потому что в этом housing response центр раздают разного рода услуги включая там какую-то еду там типа такого легкого брэкфаста ну в америке живем здесь постоянно что-то раздает ну да да но на этот счет насчет еды можно и нарваться можно на какую-нибудь просрочку там год просрочки нарваться можно нарваться на какую-нибудь отраву тоже было и предъявить потом нельзя за то что там траванулся или еще как никто слушать не будет то есть если условно говоря на меня вот набросился афроамериканец ножом и с палкой это было на улице вот здания там это здание для бездомных то есть это отстроено специально для них и на первом этаже housing response центр и там как бы происходит раздача еды там сервис для бездомных ты приходишь там можно охрану позвала достала ли стояла прям приехала потом полиция они сами вызвали порвали брали нет и потом как бы меня от футболили просто сказали да да и мне сказать я гадать имя номер кейса если вы как бы меня от футболе дайте номер кейса приходи завтра и 8 завтра 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 и в итоге а потом этого парня где-то числа 8 июня встретил нашел полицейского ребят это он полицейский со мной переговорила сказал то что как бы ладно мы вам позвоним до сих пор звонят но суть не в это другое место ты пытался податься тут же много таких мест где кто что-то дают там еду раздают я сейчас живу в шелтере для бездомных фадер жо виллаж это где-то здесь сам это да это там же в той стороне 1501 империал авеню живую там как сказать существую да из-за моей ситуации критической я не даже есть такая статистика я где-то через каждые 40 дней переезжаю потому что жить я вообще не дают переезжаешь ты смысле по штату или по стране и и по стране и по штату то есть я даже жил и в остине и жил и в хьюстоне и жил и сан антонио то есть ты на запад стремишься ближе сейчас я потом то на аляску в оригон я не на аляске радиация нет как бы столько всего русского связано с русским я как-то от этого я ищу интересно я ищу безопасность потому что я вот приехал 22 марта восемнадцатого года потом полгода иммиграционной америка тогда по политическому кейсу потом полгода иммиграционной тюрьмы потом 2 октября 2018 у меня был релиз при помощи адвоката то есть судья приказала выделить адвоката бесплатного иммиграционного и вот потом у меня вот это начало зашел через мексику у тебя по приложению нет нет да это восемнадцатый год какое приложение от еще не было я уехал в день выборов выборов президента да это было 18 ехал через китай без визы из не нужно транзита там по 144 часа и все потом тюрьма и как бы сколько в тюрьме сел полгода здесь на границе да это от м с этот центр потом тебя выпустили да с помощью адвоката то есть ты получается так же как и многие парни из россии которые приехали по два по три по пять месяцев сидели там да а что там было расскажи ты можешь сказать тюрьме это прям тюрьма там где там это detention center много его называют центр задержания но фактически это тюрьма то есть там граждане со всех со многих стран включая постсоветское пространство много наших ребят много-много на тот момент было ну как не то что прям вот но но есть из россии из украины из беларуси да россия до армяне совершенно верно с узбекистана ребята были с казахстана с украины его потом депортировали слушай ну ты говоришь вот смотри выборы начались у тебя была какая-то политическая активная деятельность хоть рассказать так интересно же я работал и учился в не я у миши и у меня там случился некоторый инцидент я просто больше о кейсе говорить не буду то ты такой на холде ты находишься получается подвешенном состоянии я не то что в подвешенном состоянии у меня такая ситуация если так выражаться простым гражданским языком это такой буллинг буллинг но только в глобальном масштабе то есть буллинг моббинг этого травли на рабочем месте она происходит на рабочем месте в какой-то локации да то здесь это травля она происходит везде то есть у меня был инфаркт я пошел это было 30 апреля 23 года я пошел супермаркет найти на цен на market street и заказ и потерял сознание купил там все хлеб и упал рухнул вот просто рухнул тебе дали какую-то инвалидность на стеллаж я пока как бы это да кстати насчет инвалидности я сейчас являюсь клиентом организации которые предоставляют услуги людям претерпевшим пытки то есть мне дали я пока инвалидность не оформлял мне дали оформили только карточку проездную проезд на проезд вот вот этой вот организации мтс транс на транспорт да полностью бесплатно или 50 процентов нет чат процентов да слушай подожди то есть получается состояние бомжа это ситуация вынужденная это да вот то что сделала с тобой государства биратс когда то есть если так кратко да то есть при адвокате при адвокате я получил разрешение на работу через три года пребывания в стране то есть если я есть разрешение на работу нету уже нету его я сейчас я расскажу то есть с 22 марта 2018 я стране 2 октября 2018 у меня был релиз затеншина то есть потом суды потом ковид в итоге разрешение на работу я получил только у меня по документам она была 26 мая 21 года начала да да . ведь 20 начался а здесь 21 год естественно но на два года выдает и платили какие деньги в нет потому что ты не заплатил налоги в 20 никаких денег никаких выплат не ковидных не фут стемп и не бить и вообще ничего я не получал не получаю и кажется выжил вот так вот так ты был тогда в техасе я был и в техасе потом я вернулся из техас то есть я в техас уехал в начале января 19 потом я вернулся в мая у меня в техасе был суд 21 я перенес кейс обратно в техас не обратно в техас 21 мая у меня был суд 19 года сан антонио и я потом приехал обратно сюда и никаких выплат вообще ничего разрешение на работу после трех лет а куда документы придут адрес приходит адрес есть как у адвоката но это хоть вариант какой-то и адрес по бокс бомжатники что за бомжатник это как-то вот совсем беда или там как-то прийти можно помыться там вот эти вот которые домики красивые показывает в л.э. или это большое высокое здание вот типа вот этой библиотеки и там миллиард народу как это ну вот например вот это здание ну тут не видно да есть высоко ракурс вот это здание да вот это здание там живут бездомные я не считал больше десяти там живут бездомные это хаузинг для бездомных они постоянно живут или уходят постоянно постоянно стоять прямо как квартиры дома да 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 квартиры чуть-чуть дальше там уже бомжатник вот если если ты вот увидишь там вот бомжатник но это моя моя формулировка это shelter for homelins его имя фадор жо вилла здесь таких шелтеров для программ то есть это пенсии программа вот этот фадор жо вилла альфа прожиг две локации и голден холл то есть на двухъярусные кровати это общая комната нет это не общая комната это это dormitori это большой условно говоря зал это как вот знаешь convention center вот когда было ковидное время большой convention center и там вот эта площадь помещение все как лагерь короче ну как вот это вот как зал большого этажей двухэтажки стоят да вот это это в гондол холле в этих бомжатниках альфа project и фадор жо именно в конвеншен центре он не приспособлен был под это там просто в кладушке поставили и сделали его личной жизни там не ну какая личная жизнь то есть вот если так вкратце да вот этот контингент вот я например да я например сейчас я не ем бомжатники с 9 августа двадцать этого года там что-то в еду сыпанули я не знаю там и у меня как бы а футбанки ты никогда не посещал посещал там коробка посещал где хранить хранить то негде это вот я сейчас бомжатники не ем есть только там кое-какие сбережения я работал мотаясь там за кэш есть кое-какие сбережения ходишь покупают у тебя отобрали на работу до работы не меньше он истек пособие какой тебе дают нет то есть и как бы просто вообще вообще без ничего медицинская страховку есть только emergency только emergency вот мне сейчас надо делать колоноскопию на онкологию а как бы никак вот с инфарктом у меня был ковид с 18 по 22 июня 22 года у меня был ковид знаешь что делала медсестра у меня была температура если по градусу 103 103 да это очень да она в базу вносит 100 почему так делать но вот так вот чтобы выкинуть на улицу выкинуть на улицу жаловался не ну как я начал им задавать вопросы у меня был свой тир доходит до того то что я использовал свой термометр я потом с такой температурой то есть у меня была пневмонии ковид я с такой температуры лежа там в лёжку в этой палате я еще с ними пытался как-то разговаривать ты пытался другой город приехал потому что сан-диего сегодня самый дорогой города считается но может быть в ла попроще или сакраменто вот сан-франциско вот эти районы будь осторожен до сюда спасибо жил я там и в лос анджелесе и в сан-франциско многократно и в пауэй и в ламеса и работу я искал и работал я и каргивером и мувером и и хэндимэном то есть я там виниловый пол укладывал то есть я даже машины красил у меня опыт есть здесь это было в пауэй то есть работал я где только мог но из-за вот этого буллинга глобального меня отовсюду выдавливают атаке перспективы перспективы вот именно в плане убежища беженства что сейчас происходит вообще моя сейчас уже сложно моя ну как если вот у меня сейчас был такой момент курьезный да я получил письмо я вот буквально 6 октября 6 по 8 был опять в госпитале и опять заболел опять там что-то сердцем после этого инфаркта с это мерцательной аритмии я был в госпитале я пришел и мне вот вручили письмо с этого есть с что надо было явиться аж 7 сентября на сбор биометрических данных а я это письмо получил условно говоря 9 октября я звоню адвокату говорю ребят что он в этом случае вы адрес основной адрес у адвоката адвокат знает то что я постоянно переезжаю то вся корреспонденция идет на тот адрес ноль эмоции на игноре я пришел в ее с с мне дать вам надо звонить по телефону по телефону вообще ноль эмоций то есть я сейчас реально не знаю что делать и что будет в дальнейшем реально то есть я как бы что хочу сказать у меня сейчас моя как бы перспектива не сдохнуть от суицида либо от какого-нибудь ножа от какого-нибудь латины либо черного даже ты хочешь говорить или нет какой ты сейчас какого в каком состоянии твой вот этот кейс не прошел интервью или ты опять ожидаешь это интервью потому что есть у меня люди есть которые по 7 лет ждут вот когда у них будет интервью тебя уже было хорошо у меня этих интервью было очень много и судов также 29 сентября 22 года судья закрыл мое дело сан-диего но он не закрыл его в чью-либо пользу он его отправил обратно в ссс почему не знаю адвокат мне уверяет что это хорошо но смотри какая ситуация то есть дело перешло и с с и после того мы заново заполняли форму 589 представляешь из 29 сентября этот адвокат отправила эту форму аж только наверно в апреле в мае то есть сколько времени прошло так еще форму отправили надо когда присваивается определенный номер идентификатора получение этой формы надо опять отсчитывать 150 дней и опять подавать тебе не кажется что сейчас просто очень много этих беженцев сейчас же с украины приехала до из россии бегут я вот сейчас только из стихона приехал два часа назад там толпа толпа и они пытаются пройти а уже здесь только стоят может просто не успевают и пытаются вот реально быстрее быстрее скорейте не рассматривают по деталью детально знаешь должны рассматривать прям вот корки до корки до вчитывается но не успевают или как или ты считаешь что так не должно быть но что касается меня мое личное сугубо личное мнение кто такие беженцы то есть я вижу этих беженцев одно дело бежать с украины другое дело бежать украине украина у меня мама украинка покойная откуда в москве но она украинка этническая родилась москве отец отец русские но были еще и якобы в крови то есть как бы а моя рижанская рожа она сам видишь если ты поедешь обратно в россию вдруг нет я не поеду почему ну потому что не поеду как у мне смысл опасно возвращаться естественно каком не смысл чтобы меня там вообще грохнули мне проще здесь сдохнуть я первый раз вообще в жизни встречаю человек который называется бомжом вот прямо вот так вот официально калифорнии потому что для меня всегда ну люди советского союза ну или со стран советского союза всегда они какие-то вот такие идолы они такие все время работящие они все время там дом строят ну как всегда у нас там знаешь вот это вот я впервые встречаю человека который вот ну так заявляет себе официально пару примеров могу привести приведи потому что мне очень интересно смотри звоню в аннайс есть такая локация северная северная лос-анджелес да да звоню одному мужчине он предоставлял работу каргиверу в итоге в разговоре он меня спрашивает что такое инфляция то есть я немножечко я не понимаю я говорю видимо помимо киргивера нужно было еще какой-то ему еще помимо киргивера нужно было двигатель в машине мыть если утрировано у него это кто-то делал у меня сам об этом говорил и он мне сказал то что если что он меня застрелит по телефону интервью какие-то наши русскоязычка какой-то армянин по моему угад у меня дома берет и калашников если что эти застрелю вот еще и я как бы говорю знаете а как вообще тогда дальше и он сможет это сделать потому что посмотри на меня есть это дяденька деду дедушка ему 60 лет поверят ему еще другой случай я также работал западном голливуде каргивером мне прям сразу сказали там было был дедушка с украины 92 года там очень много до наших стариков немножечко ну там немножко меня обманули но это незначительно но смысл в чем там была мадам его дочь там 60 плюс 65 но с ней надо было спать то есть мне прям это говорили в итоге я как бы не отреагировал на это через два месяца мне сказали досвидос точно дураков везде пола мне не ну как сказать дураки дураки этот человек вот эта женщина да она медсестра которая может выписывать лекарства дураком ее назвать но никак нельзя так что это такой небольшой пример понимаем что не всегда если калифорния не знает если калифорния такой хороший красивый штат не всегда все хорошие люди правильно попадаются люди вот такие вот слушай но мне интересно вот это вот бомжовская жизнь да посмотри в нашем понятии бомж но в россии бомж вверх сложно ну найти сложно бомжа ну ты знаешь да ну можно но сложно там кто-то трется возле помойки но не факт что он бомж вот то есть для меня бомж такой вот немытый такой какой-то грязный там какой-то вот вонючий где-то там валяются но ты не похож на такого человека понимаешь я встретил не сказал что ты бомж там решит ну здесь немножко другой уровень жизни это первое в америке второе как бы я пытаюсь здесь за собой смотреть несмотря на то то что я как бы там не ем да вот я вот прикупил стульчик там себе там где-то пчет просто почему я обитаю вот здесь возле стран библиотеки здесь есть туалет здесь можно зарядить телефон но вам жатники этого сделать не дойдут за оккупировали розетку они то что оккупировали это как тебе сказать это идеологические диверсанты то есть это те которые вот приехали да вот он приехал сюда и у него американец нет нет там есть американцы там есть очень много инвалидов их мы не затрагиваем их мы не затрагиваем мы затрагиваем вот этих вот диверсантов то есть помимо того что афроамериканцы латиноамериканцы они связаны с лубянкой то есть русскими спецслужбами через аффилиаты это первое и второе они вот как только сюда попадают они не видят вообще никого вообще никого вот у меня пример я стоял в туалет час ждал туалет кабинку час и ты не можешь к ним постучать сказать то есть если ты стучишь ты еще да ты есть еще ты к ним стучишь ты можешь нарваться на оскорбление либо нападения с их стороны то есть надо вот это тоже учитывать а ты не думал про какие-то храмы вот я атеист для меня это для меня это вообще как бы но все ты уже может быть волонтером там просто даже вот ну благодарна благодарность я это предлагал многократно то есть я ходил в те организации которые раздают еду через футбанки они естественно религиозные я приходил мне там давали фрукты и овощи там хлеб я им предлагал ребят если вал выше на армия это не то есть солнышная армия большая нам профит это не религиозная я там был я по техасу знаю что такое солнышин армия там манипуляции с распределением коек то есть там типа ля лотерея да и вот эта манипуляция я это как бы посмотрел мне уже сразу это все не понравилось а там куда я ходил говорю ребят я готов вам что-то делать то есть там убраться там вынести мусор что-нибудь починить что-нибудь там такое вообще не проблема то есть это даже не обсуждается ну сакраменто у нас там очень много всех вот этих профитов которые там что-то организовывать но они больше всего больше по части свои религиозные ну а когда какой тогда выход из этой ситуации для меня что в россии поехать нельзя здесь будет всего так пинать получается да блин ну что же тогда делать сложно сейчас сложно сказать реально сложно сказать потому что здесь я скажу больше почему еще обитаю в бомжатнике то здесь можно реально попасть в рабство калифорнии да то есть это вот к этим русским да к русскоязычным то есть я приведу пример 16 августа 2019 года я жил бомжатники альфа project не знаю это здесь недалеко да один афроамериканец меня ударил по лицу я ему не ответил я просто позвонил в полицию вызвал амбуланс полицию он подговорил всех и никто мне не поверил то есть завтра мотологию коронада шарп все это зафиксировал никто вообще не поверил вообще никто все сказали нет ну легче просто вертеть никакого расследования ничего в чем суть я написал в группу russian mixer сан-диего ребят так и так я тут ушел нужно помощь единственный нормальный человек который откликнулся была женщина она здесь работает учителем английского языка нас украины она там говорила что она там ей нравится путин там она там восток украины что-то приплела то есть мне как-то это не интересно она помогла и ладно суть в чем про остальных я вообще молчу сколько мне там напихали этой группе в которой 7000 человек да я не знаю сколько на russian mixer сан-диего она так и называется я там столько выслушал и вот единственный человек который решился помочь я попал практически в рабство то есть я чуть меньше через три месяца я от нее сбежал я сейчас приведу пример почему то есть я работал мне надо был не студии мне было отработать четыре часа в день чтобы оплатить эту студию но естественно работал нормально она мне подкидываю счетом какой-то работе но постепенно что ты что-то с ней начало начало случаться я не знаю что так вот доходила нога да она в разводе то есть она разводилась у нее двое детей у ней двое детей и она постоянно пыталась во мне что-то найти я не знаю зачем то есть условно говоря за 10 долларов в час за 400 в день я у нее работал то есть я там выгребал какашки с backyard ее собаку не две собаки два боксера они там какают я это все выгребал в мусорку то есть помимо того то что я там и хэндимэн и посуду мыл и полы мыл и газоны постригал ночью полный спектр еще там к ее соседке ходил здесь можно взять фруктов вот я взял сегодня посмотрите я не знаю видно дала сегодня взял дыньку до этого ходил брал яблоки многократно брал виноград и прочее 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 брал манго то здесь постоянно можно приходить просто оставляю свое как бы имя дату рождения изначально я запомнил анкету но это для помощи здесь как бы выделяют даже средства на то чтобы помощь в получении калифорнии айди вот и прочее здесь раздают одежду здесь дают еду другую консервы так как я живу шелтере в другом я просто иногда захожу беру фрукты так вот да вот здесь вот это вот 2459 маркет стрит это вот какая-то религиозная организация и вот здесь вот да здесь приходите выдают кофе людям кто нуждается здесь как бы раздают фрукты все бесплатно вот приходите несмотря на то я не перестану ребят повторять что сан-диего это мафия сити мафиозный город ребят мафиозный город а калифорния это мафия стоит а америка это вообще мафия харбор вот тем не менее да вот есть такие вот организации где вот до раздаются сюда приходят здесь вот они открыты по будние дни воскресенье здесь какой-то молитвенный день вот они открыты здесь есть где посидеть здесь иногда приходит с вами ли клиник работники которые обслуживают по всей видимости какой-то такой медицинское обслуживание в лайт версии вот а так принципе да вот фрукты овощи консервы одежда кофе и прочее 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 сервис видишь какие-то перспективы ты будешь не бодаться этими властями по поводу там а бодаться бесполезно ну а что тогда не знаю вот реально у меня же какую работу ты мог бы выполнять вот так вот грубо говоря чтобы ты мог сделать вот делать но мало ли завтра позвонят скажешь давай мы тебя на работу возьмем что ты можешь делать я могу делать много абсолютно много ремонт электрика сантехника полы то есть ну что еще карьевер красить машины понял а что значит суицидальность вот это вот и сказал да это это что это откуда извозите зачем это а это такая вот программа то есть я хочу еще раз дополнить то к чему я сказал что и что я говорил до этого то есть 24 на 7 за тобой постоянно следят и я почему сказал то что вот этот конгломерат латиноамериканцы афроамериканцы я по-другому их назвать не могу они связаны с лубянкой более того ватикан в этом замешан тот шелта в котором я живу то есть ну как вот если ты ищешь помощи у полиции тебя футболят вот меня посадили в тюрьму это было 29 января двадцатого года я нашел работу за кэш у одного парня на миромаре ему надо было под утилизацию пилить эти минивены 12 сейчас как бы чё я приходил все нормально делал в один прекрасный день приезжают полицейский меня арестовывают за что я не я вообще не разрешение работаешь нет кто-то позвонил и сказал то что я хожу по улице и бью стекла в машинах надо бред ну конечно бред слушай хорошо смотри то есть получается депортация сейчас нет или этого стоят я пока не знаю я еще не знаю что с моей биометрии потому что я созвонился с адвокатом адвокат горит ждите следующую следующее письмо следующее уведомление но я им просто больше не верю ну как они саботируют мое дело что на на улице холода и зима будет до скоро но как бы днем тепло в сан-диего зимой то все равно бы прохладнее какие вообще у тебя планы ты хочешь все-таки зависнуть или хочешь куда-то перебраться все зависит от ситуации у меня вот этот вот переезд он решается прям мгновенно если мне предлагают какую-то работу я собираюсь и уезжаю я жил в л.а. и вот как раз вот у этой женщины с которой надо было спать она отказывалась меня кормить вообще договоренность такая то есть если ты работаешь каргивером 24 на 7 питание предусмотрено она отказывалась слушай ну многие русские которые посмотрят они скажут ну чё тогда такая вонючая страна там да плохая хреновая может быть тогда куда-нибудь все-таки махнуть ты не думал об украине например вот у меня половина родственников в украине и после этой войны я не знаю вообще как туда ехать но если у меня была такая вот ситуация мне кажется я поехал бы туда там столько земли столько домов людей и это хоть какая-то вот такая же же многие же люди такие же ну да да вот как бы у меня были мысли уехать в украину изначально то есть дуаль это был там да да америки доме сейчас очень такая ситуация крайне сложная в геополитике поэтому пока пока не знаю пока не знаю крайне сложно просто не хотелось бы чтобы у тебя были бы эти суицидальные вот эти моменты как бы они ни к чему это же ничего хорошего не приведет понимаешь понимаю более ну как бы жизнь то идет она быстро идет и ты говоришь об этом ну блин не говори такое слышать вообще в калифорнии находится так красиво столько людей и понятно что не все хорошие люди но слышит такое человека тем более от русского человека что он хочет там да суицидальную для меня это вот глупо возможно потому что смотри вот то что ты сказал я понимаю что да возможно какое-то там есть что-то несправедливость какая-то да но я не так 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 и не понял я не услышал не увидел что есть какие-то вот ну какие-то вот тебя ограничения то есть допустим ну понятно что там судом может быть что-то еще какие-то люди попадаются ненормальные сумасшедшие нас тут очень много сумасшедших людей но никто тебя не изолирует тебя никто не забирает как в россии у нас знаешь возьмут измутухают там в это в полиции потом выкидывают на улицу из машины понимаешь здесь такого нет правильно я понимаю как в тюрьму то меня сажали ни за что дважды ну как же нет но есть какие-то обоснования тебя сажают вот обоснование такие меня посадили а потом выкинули и выкинули него адвокат был за не было адвоката адвокату это не надо почему ну вот вот так вот адвокату меня выкинули я там три дня просидел меня выкинули все мне даже вещи не вернули может и как связано с тем что ты как бы перешел границу вот это не так как это связано как 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 условно говоря вандализм которую я не совершал связан с переходом границы то есть как а второй случай меня посадили в тюрьму это было в конце апреля я заболел и при сет 20 года тоже я заболел присел на набережные на харборд драйв у меня тоже раскладной стульчик присел на набережной я спал на улице каме трое подвалила и напали на меня ну я одному зарядил и хорошо попал здесь же нельзя но меня поударили первого здесь очень сложно не ну как там камеры там охрана когда надо камеры не работают сегодня у нас рубрика мафия сити сан-диего вот это вот хочу показать вам такой вот фрагмент очень важный то есть вот это здесь перманентное положение вот этот вот бомжатник более того вот дальше вот эта вот стоянка да на этой стоянке торгуют наркотиками я даже раз присутствовал здесь повторюсь вот этой стоянке частенько постреливают торгуют наркотиками ну и естественно как будто вот контингент ребят а сзади вот это социальное жилье для бомжей ребят вот там хаузинг респонс центр 1401 империал авеню в котором 3 июня 2022 года афроамериканец пытался не убить с ножом я там стоял в очереди за получением определенных услуг он на меня напросился с палкой деревянной и с ножом представляете в присутствии охраны полиция приехала и уехала но это уже другая история тем не менее вот смотрите вот так вот да вот этих вот торговца с наркотиками я снимать не буду дабы не это как бы не нагнетать для себя и так ситуацию но то этой стоянке до торгуют есть такая программа еще была восточной германии зерцезунг она называется биодеградация биоразложение это такая когнитивная война то есть и здесь это было там мк ультра это про нвш да вот эти психологические атаки ну хорошо ты же сильный человек ты же не пойдешь на это правильно на что ну вот на все вот уж они тебя толкают и говорим на суицид то но здесь есть несколько сценариев разница суицид просто стрёмно на улице сейчас находиться нет вот вечером вот ночью как то есть такое но ты понимаешь дачу есть такое здесь вот например зачем суицид если могут помочь смотри вот вот буквально вот там вот вот где вот административное здание где раздают всякого рода нефтяки чтобы не шаги наркота вот прямо напротив этого здания между хаузинг респонд центр и административного здания сан-диего там паркинг там торгуют наркотой то есть наркота торюновых марихуана или что-то посерьезнее какие-то таблетки я даже присутствовал при этом я жил бомжатники подъезжает один инвалид колясочник я не вдомек слушай быть помоги мне мне надо съездить себе с фармасе она вот здесь вот нет проблем как простой добрый парень а такая ты чё ну человек коляса поехали мы с ним поехали я там заодно себе купил протеин то есть как бы там была дисконт был дисконт как бы он мне еще с этим помог у него карточка там было не знаю там по всей видимости у нее там было и бить и вот он как бы мне купила я ему на ли команда почему ему даже это выгодно ну и вот а там стоят то ли латиносы то ли черные торгуют угли давай к ним подъедем давай мы подъехали а я смотрю он что-то ему деньги отдают зачем а тут аккуратненько так из кармашка что-то достают каких таблеток я и не понял что такое то ты ушел то сразу как я сниму как я мог уйти как я мог уйти то я с него дальше она куда-то ну как мы с ним обратно приехали я понял что я сообщил работникам этого бомжатника ребят вот этот человек по всей видимости купил наркотики вы как-то там сами решаете либо сообщите в полицию либо там сами на своем уровне они чё но это было вечером на следующее утро пришли под пришла полиция его как бы шелтера что-то у него нашли я сам это видел я сам при этом я даже не знал что это такое да там пожалуйста там стреляют здесь многократно стреляют убивают людей вот прям вот на этом месте возле стороны библиотеки ну а ты здесь сидишь а мне деваться некуда потому что я ночью можно чевать бомжатники здесь это вообще постоянно есть какие-то документы чтобы там что-то где-то предъявлять айди и там да айди я сделал я сделал благодаря вот этой организации которые предоставят услуги людям противопешим пытки мне сделали карточку инвалида не сказали в чем эта инвалидность может быть по моей пойму этому сердцу по инфаркту потому что я был последний раз госпитале мне там сказали у вас показатели крови завышены некоторые то есть как бы что я хочу сказать у меня здесь если касаемо здоровья да умеет находили туберкулез туберкулез откуда алкогольный панкреатит откуда я не пьёшь передается отдыхать ну конечно бактерия но она есть уже может подходить и угодно ты же спишь бомжатники нет нет бактерия это туберкулез он есть у всех в организме просто иммунитет наш он борется с ней то есть не позволяет условно говоря прогрессировать закаленный человек поэтому ну я вот использую меня постоянно я сейчас на ветру сидишь я вот тебе сейчас покажу да вот вот этот вот я септик такой это да это хлорка хлорная беремте чисто такой советский способ то есть я его постоянно ношу с собой потому что иначе вообще никак то есть там в к вид на вообще было модно заехал один парень молодой латиноамериканец его поселили на нижний ярус не знаю почему он там день поспал а потом ходит чешется и мне об этом говорит то есть ну-ка ну как там это не применять если начинаешь применять и там вот эти вот фонтаны которые для питья я их постоянно мою мигать ты не имеешь права там набирать разбавлять вот этот вот свой этот отбеливатель в этом фонтане почему это же отбеливатель это хватит нормально но ты приходишь в умывальник в общий умывальник он снимает обувь свою и моет ее там в раковине уж но даже от культуры зависит если людей никогда не воспитывались люди всегда жили на улице например всем привет 25 октября 2023 года в туалете в бомбратском умываюсь смотрите гигиена ребят ползают именно поэтому я всегда использую хлор надбеливатель чтобы помыть предметы и тем как что-либо использовать и тем как ими пользоваться то есть вот мне сделали вот этих два криминальных инцидентов до условно говоря я звоню в организацию о карьер на должность нужно fingerprint я говорю знать у меня были вот такие вот случаи вы извините мы вас не можем взять ну вот так работал да ну чем конечно но работал в ливерморе это под сан-франциско там венгры и один русскоязычный парень меня туда устроил за кэш я там что-то с мая по и с конца мая по по 8 июля проработал без единого выходного работал работал по 8 часов в день так вот в чем заключается работа . лиги вер это дом престарелых тому ментальные проблему дом престарелых вообще . бы каждые два часа дайперсы надо менять то есть убираться надо что делали на 17 человек на 17 человек 2 карьера на этаж это как это как еще требуют что ты должен это делать слушай если допустим какие-то вот ну ладно там русскоязычные украиноязычные захотят тебе помочь вот ты как готов как бы но с ними пойти на контакты из принять помощь какую-то я не знаю одежду питание место ночлега ну вот что такое или как-то или ты уже не пойдешь после того что ты уже пережил я всегда готов к каким-то вот таким решением но я реально опасаюсь одежду брать я не могу по одной простой причине что мне ее негде хранить а если есть где хранить то есть я переезжаю то это за это надо платить потому что лимит по переезду ты же знаешь надо конечно надо платить украдут то есть мне это как бы вот у меня есть одна футболка вот посмотри какого она вида 2 на сменку потому что я вот это вечером стираю и она остается мокрая до утра в пакете одеваю сухую в ней сплю а потом эту утром одеваю мокрую она за день высыхает с трусами также еще использую компрессионные гольфы то есть у меня была двусторонняя флебектомия у меня тромб еще отрывался 2009 году флебектомия это вены когда удаляют я бывший спортсмен удаляют вены на ногах то есть мне надо использовать компрессионные гольфы их тоже все украли они стоят пар 80 долларов нормальных немецких это вот этот минимум который я привожу здесь да то есть рабство вот эти вот калашников с беретой там с кем-то надо спать обязательно там на тебя будут вешать постоянно все работать будешь за все отвечать за все я кстати вот когда работал в ливерморе в этом карьевером мне там еще давали подработка хэндимэн я там канализацию прочищал там что делали резиновые перчатки вот эти вот резиденты там с ментальными проблемами просто брали резиновые перчатки ломали от из-под тейпа пластиковые такие вот где он сам этот тейп находится что поклеивать ломали и в унитаз то есть я снимал унитаз брал специальную машину чтобы чистить этот дренаж то есть как бы еще и хэндимэном там работал то есть у меня иначе просто погнали бы то есть вот так вот сша близкие есть какие-то беспокоиться за тебя там не звание вот мама последний умерла 11 июня 22 года то есть больше никого нет у меня там квартира осталось я даже не знаю как вообще чего что я могу сделать с радио я с радио я не общаюсь потому что я сейчас уже даже мне как-то я не вижу вообще никакого смысла то что сам почему я здесь я и я их не виню но почему я здесь они там и в какой ситуации то есть это даже я просто не буду ворошить вот это все да вот это родственную как бы структуру они считают у тебя все хорошо даже в америке а у нас такое ну как бы есть стереотип если в америке значит там деньги с небес падают сюда груда в это пошел в омарт там вот он недалеко находится через час у меня случился повторный такой же приступ я попросил работников охрану вызовите 911 мне плохо я прям падал опять они мне сказали уходи отсюда и все я не знаю как я сам позвонил в итоге что они тоже агенты нет они не агент они просто меня выгоняли а там кстати он католический этот волна там икона все как положено я скажу больше в этом волна арте меня в туалет не пускали здесь есть еще сервис такой по камеру хранения камера хранения там лаундре сервис для бомжей для бомжи да он на что клинике есть там я предлагаю душевые а вот право андре не слышу есть такое да есть такое сейчас тоже расскажу если интересно интересно так вот на 17 улице вот я делал видео который тебя заинтересовал я очень я пошел там не надо постирать одежду то все это бесплатно пожалуйста приходи стирай я открываю сушилку а там знаешь такой фильтр когда вот это вот драй машина и там фильтр его надо чистить я дверь открываю а там картошку можно сажать там это собралось там ну там от бомжей ну ты пойми да то есть вот вот пример да вот они и там они стирают также то есть я пытался почистить мне сказали уходи отсюда ты не имеешь права этого делать и больше ты имеешь права использовать этот сервис и это еще не все там тоже есть сторож но этот камера хранения меня тоже оттуда выгнали вот такими вот манипуляциями если ты будешь что-то доказывать работают одни цветные будешь что-то доказывать тебя обзовут расистом то есть механизм какой на тебя нападают у тебя ворот вещи но если ты говоришь ребят вы что творите тебя объявляют расистом то есть механизм железный виноват будет всегда ты ты видишь я к чему опять же склоняюсь к нашему мышление мышлению российскому тебе любой россиянин скажет ну или там не знаю спасается пространство ну чё ты тогда там сидишь а куда мне деваться куда ну куда страну куда другое место ну вот на при но например сколько там 80 чем-то стран ну например вот 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 небольшой пример небольшой пример есть и лубянка здесь меня нашла вот небольшой здесь америка они помешаны на безопасности все что будет других странах ну что ну где мне какая разница уже теперь какая разница где подыхать зачем совершать вот эти телодвижения кому не нужны тут либо надо идти до конца пытаться что-то сделать до чтобы их полная наружу вывести все этих упырей это вообще мафиозный город мой адвокат точнее помощник моего адвоката в девятнадцатом году мне предлагал уехать обратно в россию помощника адвоката мне говорил я на нее смотрю и думаю парень вообще в себе или как а предлагали что да да он не предлагал он просто не хочет уехать обратно в россию нас узнаешь коррупция такая большая некоммерческая организация там они судя по всему получают какие-то гранты от государства на предоставление своего сервиса ребят неплохо себя чувствует сразу видно офис у них огроменный сами как бы работают на неплохих машинах ездят а работать не хотят опыта набираются адвокатов другого пытался адвокату вам платить надо ну какой-то жизненном профиль ну а как нет там ситуация какая я пытался это сделать мне сказали если ты имеешь адвоката 2 из нон профит ты имеешь права тебе выделил судья миграцион все ты как бы с ними должен быть они саботируют халатность саботаж я не знаю там игнорирование полнейшая им начинаешь объяснять я уже даже потом им не звонил . как бы смысл какой слушай не надеюсь что в любом случае у тебя суицидальные мысли уйдут и вот в твоем порыве вот в этом вот в этой борьбы может только удачи пожелать потому что по-другому никак я даже не знаю что ты не туда не сюда и я понимаю что если там небезопасно то лучше что не ехать тем более сейчас вряд ли уж кому можно доказать раньше мне кажется в россии еще была какая-то надежда вот до этого периода когда и начали бомбить конкретно украину а сейчас ты вообще уже мне кажется нет я просто сейчас постоянно каждый день с нашими они просто валят пачками они знают что делать очень опасно с ними связываться очень опасно потому что здесь здесь это америка здесь людей нормальных практически нет сюда вот насколько я вижу да сюда едут одни отбросы что тогда здесь делать а что мне а что мне делать что мне делать у меня выбора нету может попробовать такую страну который подальше от россии не совсем дружественно туда куда можно россиянам приехать вот без визы и пожить там но без визы россиянам это куда куда афганистан стран там 95 стран без визы в этой россии но как вариант сомневаюсь есть я если я захочу сдохнуть условно говоря да я не хочу приходить что ты хотел сдохнуть все мы все рано или поздно сдохнем я хочу ты сказал что я не хочу сдохнуть я смотри 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 приведу пример на небольшой чтобы ты понимал чтобы не убили а вот это вот а так вот смотри здесь был такой гарри веб он расследовал дело цру цру спонсировала не коротки каргуанских контраст по трассеру кокаина в лос-анджелес как кокаин этот гарри веб проследовал это было давно он расследовал это дело он раскопал даже фильм такой снял ну что его нашли с двумя пулями в затылке написали что это суицид то в это веришь написали суицид я к чему голландный синдром знаешь такое это микро вэпанс электромагнитное оружие то есть все вот эти инфаркты которые со мной происходят это можно сделать бесконтактно не применяя даже химию при помощи вот этого оружия бесконтактного высокоэнергетический импульсом это можно любого любого я поэтому и говорю что эксперименты в россии то же самое в мифе тоже самое делают это понимаешь что дело луну только если собраться нет проще за голову маску да проще сдохнуть на луне там как бы да это в космосе тоже радиация поэтому там это только с виду там все хорошо да так на самом-то деле до сдохнуть если в калифорнию ну спасибо я буду таким сарказом закончить хорошим я не хорошим сарказм я наоборот хочу тебя отвести от этого ты все время вот говоришь вот это вот потому что мне стрёмно здесь находиться я поехал бы вот где-то на север бы калифорнии погулял там вот это отошел бы от этого всего состояния немножечко тем более все таки игры есть хорошие люди есть хорошие ребята которые с удовольствием поедут и на пикник и на охоту куда-то соберутся какое-то время пройдет и может быть поменяется немножко ситуация смотри со 2 октября 2018 года по настоящее время я поменял 45 мест проживания 45 крутой путешественник 45 это не путешествие это у тебя нет разрешения на работу ты не можешь работать легально и как жить вообще ты не имеешь никаких то выплат не этих фудстэмпов вообще ничего если податься на убежище в другой стране канада европа один важный момент мой загранпаспорт просроченный российское посольство уже нет туда это точно не пойду туда точно не пойду это вот для меня вот к этим вообще права не арестовать не забрать ничего с тобой сделать для меня там страшные люди сидят для меня этом они вынуждены тебя извини пожалуйста я тебя перебиваю для меня для меня этой страны больше не существует тебе же нужен паспорт передвигаться ты можешь отказаться от них но паспорт нужно при документе нужно понимаешь ты можешь послать в задницу я их ненавижу всех там но ты должен иметь документ что перебраться в другую страну что попробовать жизнь заново или найти что-то какое-то ну другое что-то я не знаю правильно я думаю что моя жизнь заново будет либо здесь либо нигде то есть ты любишь все-таки америку америку любишь я скорее скажу нет не люблю америку потому что то что со мной делает америка это за что испытание нет это не испытание это намеренно это намеренно все делается это все делается намеренно и специально то есть им этим спецслужбам этим религиозным организациям которые также связаны со спецслужбами из клубянкой тоже им крайне важно от меня избавиться я сейчас говорю реальные вещи реальные вещи у меня на все что со мной происходило здесь есть документы американские американские документы подтверждение тому все это не просто слова это у меня есть документы зафиксированные поэтому если будет какое-то разбирательство это все всплывет сам же знаешь америка это америка здесь рано или поздно кто-то ковырнет да чьи-то интересы могут быть затронуты кому-то это будет выгодно и это ковырнут реально выражаясь давай закончим тем что чтобы это произошло раньше чтобы это было в твою пользу давай вы следите ситуации смотреть мы просто будем надеяться я надеюсь что есть люди которые захотят помочь и ну не за что-то а просто так вот какие-то вещи поднять может быть адвокаты юристы какие-то найдутся понимаешь я в чем которые скажут давай посмотрим документ давай что-то переберем вот я надеюсь ну есть такое выражение надежда умирает последней но это лучше чем суицид это лучше безусловно я я реально не хочу этого делать я говорю я говорю именно суициде потому что я не хочу этого делать я пытаюсь это донести до окружающих что я знаю то что здесь никому ни до кого нет дела даже если этот фильм это интервью увидит кто-то я уверен то что будет очень очень много всяких негативных эмоций я просто больше чем уверен потому что здесь для меня я выводы сделал я знаю мне 48 лет я посмотрел на этих людей я посмотрел на тех кто сюда едет я просто не буду сейчас это выражаться таким языком то есть те кто сюда едет если так вот условно говоря да я вот например пожил в техасе с 10 июля по 28 июля ну а там парень просто он с дальнего востока а у него браслет спали с толщиной золотой и часы золотые и он мне сам говорит слушай я там меня поставили на должность у меня там судоходная контора и сразу же сразу же кольца покупали сразу надо кольца сразу надо золото сразу нет нет он мне прям сама сказал то что говорит слушай у меня там это меня поставили чтоб воровать и все а потом дали ему два дня на чтоб он уехал и вот они здесь и также он там получает свою условно говоря долю да и все у него хорошо но я к чему говорю то что сбежал то я таких как они ну не от таких как они но от подобно я надеюсь что попадутся только хорошие я тоже на это надеюсь я просто еще хочу сказать то что после этого интервью даже не знаю что будет дальше то есть она говорил тут так много как и про самих американцев так и про тех от кого сбежал и появится очень много таких вот не людей не доброжелатели мягко сказать но если рассчитываю только на доброжелателей хороших людей на плохих я нет мысленно да я не принуждаю ни к чему там верить чего-то говорю мысленно вот мысленно заложить то что будет только хорошие люди а плохие всегда есть